Изучать Торо. Доброе утро, дорогие друзья. Все, у нас идет сейчас прямой эфир и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Все, барухатое дуйной, элеэдм, хором, шакольни, абидоро. Отлично. И мы продолжаем изучать Торо. Продолжаем изучать Торо. Сейчас мы изучаем по книге Хитос, изучаем недельные главы. И чуть-чуть мы изучаем из книги Таня. Чуть-чуть из книги Таня. Значит, сегодня у нас отрывок как раз про Ноаха. Про Ноаха, недельная глава про Ноаха. И в книге Хитос рассказывается, что Рэбб Рашаб, один из мудрецов великих Хаббада, Рэбб, он сказал, это была его инициатива, он говорит, мы должны жить в ногу со временем. Ну, понятно, в ногу со временем. А как можно жить не в ногу со временем? То есть есть время, если по-простому понимать эту фразу, то есть время, да? То есть это время, оно всегда одно и то же. Мы находимся всегда в одном и том же времени, которое называется сейчас. Ты сейчас в каком времени находишься? Сейчас. А какое еще время, в котором ты находишься? Да я ни в каком не нахожусь времени, потому что я могу находиться только во времени сейчас. Другого времени нет. Теперь, но есть прошлое Есть воспоминания о прошлых годах Можно уйти в воспоминания Назад, давно Но опять же понятное дело, что воспоминания Человека, он все время их редактирует То есть он редактирует Это же такая некая виртуальная реальность Вот вы просто можете проверить Любое воспоминание Напишите его Потом завтра напишите, послезавтра напишите А потом спросите того, кто был в этом воспоминании Что бы он написал Он вообще помнит по-другому. То есть человек живет в ногу со временем, он живет сейчас. Когда к торе вызывают, есть такая фраза, и вы, прилепленные к Богу вашему, живете все аем сегодня. То есть человек, который хочет прилепиться к реальности такая, какая она есть, он должен собрать свое внимание и собраться, и понять, и ощутить вот этот момент сейчас, аем, вот сейчас. Теперь Нореба имел в виду совсем другое. Он имел в виду, что мы читаем, каждую неделю мы читаем недельную главу, весь год мы читаем каждую неделю недельную главу, и каждая недельная глава, она разбита на семь отрывков. 7 дней в неделю, 7 дней отрывков, и каждый день мы читаем по одному отрывку, а в субботу вызывают к торе, в синагоге, когда в субботу читают недельную главу, вызывают 7 человек, вызывают к торе. Первый чтец, второй чтец, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И когда Рыба говорил, мы живем в ногу со временем, он имел в виду, что вот сегодня у нас, да, сегодня пятница. Сегодня пятница, шестой день недели. И вот мы сейчас читаем, что на шестой день, что шестой отрывок недельной главы он нам говорит. И говорил Рыба, что нужно целый день размышлять над этим отрывком и увидеть в нем, то есть он каким-то образом связан с тем, что с тобой будет происходить в этот момент, с тобой, с миром. То есть тора первична, тора является причиной, а мир является следствием. Тора является духовным корнем, а мир это материальное выражение, да, то есть если мы возьмем, как представим, как дерево, да, у него есть корни, ствол, ветви, листья, плоды. Так вот, тора это как корни, из которых потом идет все это дерево. Теперь сегодняшний корень сегодняшнего дня рассказывается, идет продолжение рассказа про Ноаха, который вышел из Ковчега. И здесь написано более подробно о его семье. И так как это начало человечества, вот был в торе рассказано про первого человека, его жену Хаву, про их сыновей, Каина, Эвеля, Шета. Дальше все родословие. То есть мы здесь видим архетипы, мы здесь видим сущность вообще человечества и сущность людей. И вот здесь говорится следующая вещь. И было сыновья Ноаха, которые вышли с ним из Ковчега, и звали их, первого звали Шем, второго звали Хам, и третьего звали Яфит. И Хам, и дальше написано, что вот этот Хам, он папа Кнаана. То есть почему-то написано, у них у всех были там потом дети и так далее, но здесь очень важный персонаж выделяется, вот этот Кнаан. Мы сейчас узнаем, кто это был за Кнаан. Теперь надо понять, что в иврите на русском звучат имена, как их звали? Ноах. Ну, Ноах это для русского человека звучит как просто две буквы. Ноах. Вообще непонятно, какая-то есть еще ассоциация не очень хорошая. А на иврите Ноах это приятный, переводится приятный слово. Ноах это приятный, удобный, приятный. Теперь имена сыновей его были Шем. Шем переводится как имя. Этого как зовут? Шем. А на русский его почему-то перевели как Сим. Вообще потерялся смысл. Сим, как сим-карта какая-то. Но его звали Шем, а Шем переводится имя. Первого звали имя. Второго звали Хам. Хам это горячий переводится. Хам это горячий, второго звали. А третьего звали Яфит красивый. То есть, у них было три сына. Имя горячий, красивый. А внука звали Кнаан. Кнаан это Кнаан, я не знаю, нет перевода слова Кнаан. Я не знаю, во всяком случае. Значит, дальше что было. Эти трое были сыновьями Ноаха. И от них расселилась вся земля. То есть, они расселились потом. То есть, это было три архетипа. Есть люди, получается, Шем, имя. Тут надо понять Шем. Потом мы узнаем его главная сущность. Можно сказать, что это три архетипа людей. Есть люди, которые имя. Мы узнаем потом, какое ему дали благословение Шему. И мы увидим, в чем смысл вот этого архетипа Шем. Мы узнаем потом, что сделал Хам. Вот этот горячий. И мы знаем, что есть люди архетип. Куда оно, вот рассказал правильно. Кнаан, это как купец переводится. Да, есть такой перевод, слово Кнаан. Правильно, Кнаанеем. Спасибо большое за напоминание. Значит, и дальше. Дальше. Яфет, это красивые, есть люди красивые. Потом, кстати, интересно. От Яфета пошли народы греки. Они пошли от Яфета. Для них была самая главная, это красота. Да, Яфет. Вот Италия, это как раз потомки Яфета. Да, и мы видим, что мода, красота идут из Италии. Теперь и дальше. От них населилась вся земля. Ваяхель ноах иш адама ваита карем. И начал ноах человек земли и насадил виноградник. Вот здесь, значит, опять же, когда мы знаем сущность иврита, то нам понятно, в каждом слове есть некие такие корневые особенности. Значит, Вайхаль, говорит нам Раша, объясняет, есть в этом мире два главных типа занятий. Вот есть люди хиланимные, хиланимные, холь, это будничные люди. И есть люди, которые занимаются кодыш, да, святостью, духовностью. Они руханим такие, они, то есть для них важна духовность. Теперь написано здесь, что ноах, он стал будничным. Вот он первым делом, когда он вышел из Ковчега, он принес жертвы в Богу, жертвы в все сожжения. Он сожжег на жертвените чистых животных. И вот это вот служение Богу в этом мире, оно чуть-чуть затруднительно, да? То есть, что значит оно затруднительно? Вот люди, которые хотят только служить Богу, они там, кто-то уходит куда-то отшельником и так далее. То есть, и даже если он в этом мире, то чем он занимается? Он молится, то есть он уходит как бы из этого мира. Он учится, учит Тору. Он уходит в теоретически все более абстрактной, если мы говорим про Кабалу, истории. То есть, он как бы отрывается от материальности. А есть люди, которые занимаются все время материальностью. Вот они там, я не знаю, вот он идет, например, в неделю он планирует поход на рынок. Потом он идет на рынок, и он полдня на этом рынке выбирает себе картошечку. Потом он у него, в следующий день у него он едет на другой конец города, там колбаска повкуснее и подешевле. То есть, у него тоже очень активная, занятая жизнь. И это называется будничная. И вот тут написано, что Ноах, когда вышел он из ковчега, вначале он принес жертвы в Богу, а потом он насадил виноградник. Насадил он виноградник. Почему именно виноградник, мы сейчас узнаем. И потом он сделал из виноградника вино. И что он сделал? И напился. И он напился. Ноах, цадик, праведник, который только что общался со Всевышним, он один остался из человечества. И он напился. И что дальше сделал? Написано, выпил он вина, опьянел, и обнажился он посередине своего шатра. Значит, полностью он набухался, разделся. И, значит, ну, как вот ведет себя пьяный человек, мы знаем. Он очень превращается, то есть у него человеческое, с него слетает все, и у него остается только его животная сущность. Значит, животная сущность остается, да, его очень сильно проявляется. И вот Ноах, он, алкограмм этим, сбил себя во всю духовность и обнажился посередине шатра. Вэрэ хам ави кнаан. И увидел хам, его сын, вот этот горячий сын его, папа кнаана, отец внука вот этого кнаана. И нам говорит Раше, зачем все время этот кнаан здесь в этой истории? Почему нам все время этого кнаана его цепляют? Говорит Раше, что это кнаан увидел первым внук и сказал своему отцу. Поэтому он как бы был инициатором этого всего, всей этой истории. То есть он дальше начал это распространять. Потому что, возможно, если бы он не сказал папе этому горячему своему, что вот дедушка лежит в шатре и голый, пьяный, то, может быть, об этом бы никто и не узнал, и вся бы история мира была бы по-другому. Но вот этот кнаан, он сказал, значит, и увидел, написано, и увидел хам, отец кнаана, наготу отца своего, и поведал он двум своим братьям снаружи. И увидел, говорит нам Талмуд, что вот это слово увидел, есть устное предание, что он не просто увидел, а есть говорят, что он его кастрировал. Что он его кастрировал. Чего он его кастрировал, непонятно. Но, значит, а есть, которые даже еще хуже, есть такая версия в преданиях, что он его настолько был горячий, и этот самый, что он его, значит, это был первый акт парадов гордости. Представляете, что он отца своего. Значит, не знаю, как выразить это, ну, в общем, все поняли. Да. Значит, вот так у них развернулось, у этого хама и кнаана, вот такая у них была история. Теперь, что дальше было. И взяли Шем, вот этот сын Шем, и Яфет, красивый сын третий, взяли они платье, одежду Ноаха, положили ему на плечи, и пошли они, они не хотели это видеть, позор своего отца, они не хотели видеть, и они пошли, значит, отвернулись от этого, вышли спокойненько, прикрыли наготу отца своего, и, значит, не видели они наготы отца своего. То есть, они, значит, Раша объясняет нам, объясняет нам Раша, как, что там было, из Талмуда, из предания, он нам объясняет. Шем исполнил долг с большим рвением, с большим желанием, чем Яфет, поэтому он получил потом большее благословение. Значит, получил он большее благословение. То есть, каждый поступок в корне, вот есть корневые поступки, да, вот, которые закладывают на всю жизнь, у человека корни это его качество, качество его характера. То есть, если есть человек усердный, то даже если он один-два раза ему не повезло, то он все равно потом вырастет. Ну, то есть, он добьется успеха. Главное, это качество. И вот тут было видно, их качества, они были проявлены вот в первых поступках. И вот эти качества, потом от них пошли, вот эти качества народа. Теперь, значит, отвернулись они. И дальше написано 24 поступок. Видно, там было непростое вино. Вин на ног знал, какие-то еще, какие-то там травы были. Знаете, сейчас вот, например, есть люди, они употребляют аяхуяска, какое-то есть растение, которое там человека вообще уносит из этого мира. Может быть, Ноах, здесь написано вино, но имеется в виду, может быть, он вино, это намешал чего-то серьезного. Потому что в 24 отрывке написано «Вайкац Ноах Мейно». И как бы пробудился Ноах от своего вина этого. И узнал, что сделал ему Бноакатан, что сделал ему меньший сын, что хам с ним сделал. То есть, его отпустило. И он увидел, что сделал с ним его младший сын. И сказал он, «Проклят Кнаан». И он проклял внука. Он проклял не сына своего хама, а проклял внука. «Арур Кнаан, Эвет Авадим и Еле Ихав. Он будет рабом рабов, он будет у брата, у братьев его». Значит, Раша объясняет, почему проклят был этот Кнаан. Потому что, потому что, значит, ну, здесь идет по версии, что он его все-таки кастрировал. Потому что у Ноаха после этого не было сыновей. У него больше не было детей после этой истории. То есть, в Торе написано, что дальше сыновья его рожали, Ноах нет. Из этого учится, что он его кастрировал. Он его проклял за то, что не будет у него больше детей. И поэтому его потомки, вот этого Кнаана будут рабами, будут прислуживать тогда они всем остальным сыновьям и их потомкам. И, значит, здесь объясняется из одного из Медраша, почему он его кастрировал, Хам. Адам, потому что он не хотел, чтобы, он говорит так, у Адама Решона было два сына, у первого человека. Каин и Эвель. И Каин убил Эвеля. Если сейчас у Ноаха будут еще сыновья, так они будут, они нас убьют, и он не хотел, чтобы у него были еще сыновья. Но этих двух братьев он не боялся. Ну, в общем, такое предположение. Значит, и дальше сказал Ноах, идет дальше его прямой текст, и сказал, благословен Бог, Бог Элэй Всесильный Шема. Вэй Кнаан Эвет Ламой. Пусть будет Кнаан рабом ему. То есть, первым делом он благословил сына своего Шема и сказал, что будет благословение Бога именно на Шеме. Теперь дальше. Теперь, следующий отрывок. И идет Яфет. Теперь он благословляет Яфета. Яфет Элэйм Ли Яфет Вэй Шкон Баали Шем. Он говорит, и даст Бог Всесильный Яфету, и он будет пребывать в шатрах Шема. И дальше опять он продолжает. Вэй Кнаан Эвет Ламой. Пусть будет Кнаан рабом ему тоже. То есть, Яфета он сказал, что Яфет будет, ему даст Бог простор, но будет он находиться в шатрах. Шатры это места, где занимаются духовной работой Торой. Яфет будет в шатрах Шема. То есть, вот именно вот это функционал служения Богу, он был на Шеме. Я не помню, сейчас есть спор, кто из них был старший сын. Но, по-моему, Шем был старший сын. И он, значит, был старший, или ему отдали старшинство, потому что всегда старший сын, он служит Богу. Теперь, значит, дальше написано так, дальше, следующее. И жил Ноох после потопа еще 350 лет, и было всех дней Нооха 900 лет и 50 лет, и умер он. И не написано, что у него были еще дети. И дальше идет перечисление всех сыновей, дальше, как распространялись сыновья и внуки у этих трех сыновей, Шем, Хам и Яфет. И оттуда был как раз Грейти пошли там и так далее. И дальше интересная вещь, вот как раз дошли мы до того, что Куш, а Куш это Африка, Куш это Африка. Значит, Куш породил Немрода, и тот стал богатырем на земле. Опять мы возьмем, посмотрим на перевод имени. Немрод это от слова Мерет, Мерет это восстание. Значит, был Немрод, это он был, он был, как сказать, прародитель, он был архетип, он дал людям вот это качество восставать против Бога. То есть Немрод это тот, кто делает восстание, такой революционер. И он был богатырем в ловле перед Господом, потому говорится, как Немрод богатырь в ловле перед Господом. То есть он был богатырь в ловле, он речами своими расставлял сети, ловил людей, и толкал их на бунт против Всевышнего. И интересно, что вот был такой Лев Троцкий, Лев Троцкий, который был один из главных революционеров, один из главных революционеров. Так что он делал, этот Лев Троцкий? Он был совершенно невероятный оратор. Он мог людей убедить в том, что надо идти, воевать там и так далее. То есть он был невероятный оратор, этот Лев Троцкий. И это как раз в нем проявлялся вот этот Нимрод, который восставал против Всевышнего. В общем, дальше они построили город Нинвы, тут идут перечисления тех городов, которые они строили, Мицраема, от кого появился. Тут прямо идет перечисление, такая родословие, как они дальше распространялись и расселялись. И значит, с дома они основали, все города, как они основали и так далее. Теперь сыны Хама, Ушема родили сыновья. То есть тут идет долго, долго, как бы идет, вот знаете, сейчас есть там разные классификации. Вот здесь это как раз Тора дает классификацию, какие появились народы, какие земли они заселили. То есть идут 70 таких корневых народов, которые заселили весь мир. И идут качества каждого народа, причем качество видно в именах. В именах видно качество, как это все проявляется. В общем, дошли мы до того, что, ну, многие знают, что потомки, получается, потомки Шема это семиты, это те народы, которые населяют семиты, это арабы, евреи, вот те, кто населяют вот эти вот местность Междуречь, Ирак там и так далее. Это семиты. Есть потомки Яфита, это европейские народы, потомки Яфита, это все народы, населяющие Европу, они такие белые, высокие, красивые, и потомки Хама, это все, которые очень темные, черные, коричневые, красные, желтые и так далее, это все потомки Хама, они очень, ну, такие потемнее цветом. И получается, вот здесь идет все это перечисление, а завтра идут тоже, конец главы, рассказывается история про Вавилонскую башню, очень важная история, но это уже будет в завтрашнем продолжении. Если вы хотите полностью скачать всю эту книжечку, то вы можете зайти на наш телеграм-канал и там ее скачать на русском языке и все очень глубоко прочитать. Теперь давайте сделаем вывод, уже сегодня больше 20 минут, мы чуть-чуть задержались. Значит, мы видим истории, архетипы, которые создались из-за того, что вот первые люди, которые были на то время, они были очень близко связаны с Богом и каждое их действие, оно потом с годами, это как были зерна, семена, которые потом, вот вся земля, она населилась ими, да, вот после потопа. Теперь, значит, Тания, книга Тания сегодня тоже разбирала глубоко вопрос, глубоко разбирала вопрос природы зла. То есть, если все от Всевышнего, то как же может быть зло, которое в этом мире? Как же оно может быть от Всевышнего, если Всевышний добро? И говорится так, что вот это зло, которое, которое есть иногда, оно является только оболочкой, а внутри все равно всегда добро. То есть, то зло, которое мы называем злом, оно является злом до того момента, пока мы не можем вытащить из него вот эти вот зерна добра. То есть, понятное дело, что, как объяснить это, да? Возьмем мы нож, нож, значит, нож, он сам по себе, он просто острая металлическая штука с деревянной ручкой. Теперь, в зависимости от того, кто двигает этим ножом, этот нож может делать операцию, он может готовить еду, он может зарезать кого-нибудь, он может защитить кого-нибудь от бандита, который хочет зарезать. То есть, по себе нож является некой формой, которая зависит от того, кто двигает этим ножом. Но тот, кто двигает этим ножом, он тоже форма, внутри которой находится вот эта божественная энергия. И самая внутренняя божественная энергия, божественный свет, он всегда чистый, светлый, добрый, и это Всевышний Бог, создатель, творец, дающий. Теперь, он дал человеку возможность создавать вот эти вот формы, оболочки, смыслы и так далее. То есть, человек, он со-создатель, со-создатель этого мира. И иногда бывает форма, которую человек выбирает, она может быть злом, реальным злом, но внутри этого зла все равно всегда добро. Примерно так я понял то, что хотел объяснить Бааля Таня в сегодняшнем дне. Все, всем удачи, успехов, шаббат шалом, чтобы было благословение во всех хороших делах. И я очень советую еще раз прочитать, изучить и самому понять. Я не касаюсь псалмов. Каждый день в Хитосе есть еще псалмы царя Давида. Псалмы – это разговор с Богом. Это прекрасная возможность встроить в себя разговор со Всевышним. Я псалмы не очень, честно говоря, вот к ним прикреплен, скажем так, да, то есть псалмы обязательно надо читать, на них построены все молитвы, я их тоже читаю. Но в то время вот царь Давид, у него была очень дико тяжелая жизнь, невероятно тяжелая жизнь. Вся его жизнь это была просто, вот так вот он все время ходил по грани между жизнью и смертью. Все на него нападали, все его хотели убить, он постоянно воевал. И вот я помню, у меня был период жизни, когда у меня была вот очень большая опасность там для жизни, я читал эти псалмы, они меня просто вытаскивали. Но когда все хорошо, как-то погружаться вот в эту вот такую военную тематику, я лично не люблю. Но если вот у вас жизнь пока вот такая вас чуть-чуть трясет, как-то, да, по жизни, то это просто лучшее средство, потому что так, как трясло царя Давида, и как он умел из этого обратиться ко Всевышнему, как Всевышнему всегда вытаскивал, то это просто лучшее средство. Если вас уже не трясет, да, и вам сейчас вы, слава Богу, все спокойно, тогда, тогда просто тоже это хорошо, обязательно нужно читать, потому что помнить, что то, что вам хорошо, это надо ценить, радоваться, прыгать до потолка, и вот каждый момент вот этого хорошего, доброго, что Бог вам дает, нужно ценить. Все, удачи вам и успехов, шаббат, шалом, до воскресенья, с Божьей помощью, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok